Всем привет! Сегодня вас ожидает холодильник, кишащий бактериями, вода, застывшая в воздухе и газировку, лишающая сна. Подробности далее. Группа исследователей из Великобритании выяснила, что в холодильниках содержится огромное множество бактерий, порой вплоть до таких опасных, как кишечная палочка, салмонелла и листерии. Как утверждают специалисты, чаще всего холодильник представляет собой одно из самых грязных мест на кухне. Наибольшее количество болезнетворных организмов, по словам ученых, содержится в отделении для салатов. Здесь количество бактерий достигает 8 тысяч на сантиметр. Специалисты призывают не реже, чем раз в месяц тщательно мыть холодильник изнутри горячей водой. По словам исследователей, сколько бы трудоемким ни был этот процесс, он совершенно необходим для того, чтобы место, в котором хранится еда, было безопасным для человека. Ученые из Тюменского госуниверситета научились контролировать капельные кластеры, которые парят над поверхностью воды. По словам ученых, создание изучения левитирующих микрокапель позволит исследовать химические процессы, которые происходят в очень маленьких объемах жидкости. Ученые направили на капли инфракрасные лучи и обнаружили, что с их помощью можно менять размер капель. Можно взять каплю, поместить туда интересующее химическое соединение и детально узнать, что с ним происходит в отдельной микрокапле. Это дает принципиально новые возможности для исследований, например, аэрозолей, которые образуются при распылении пестицидов. Исследователи из Университета Калифорнии в Сан-Франциско пришли к выводу, что регулярное употребление газировки и других подслащенных напитков связано с постоянным недосыпом и проблемами с засыпанием. В ходе исследования выяснилось, что люди, часто употреблявшие большие количества газировки, баночного кофе и прочих подслащенных напитков, спали в среднем всего 5 часов в сутки или меньше. Причем негативный эффект не зависел от финансового благополучия участников исследования. Но пока неизвестно, что в данном случае является причиной, а что следствием. Это были самые зрелищные новости науки на сегодня. Пока!